Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Без протокола». С вами я, ведущий, Дмитрий Василец. И сегодня у нас в гостях народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Сергей Демченко. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Ну и вот вам, наверное, известно, что я большой противник в принципе закона о рынке земли. И очевидно, что и социология говорит о том, что большинство граждан Украины тоже выступает против продажи, хотя большинство граждан Украины не имеет земли. Ну вот имеется в виду в собственности или там пая и так далее. Вот наш разговор я хочу построить, наверное, таким образом, чтобы услышать какую-то внятную аргументацию. Почему делается именно так, как сейчас делается, и почему не делается так, как предлагают все остальные. Ну вот много Зеленский рассказывал о том, что мы должны открыть рынок земли и продавать землю, потому что на Кубе запрещено продавать землю, там в Северной Корее запрещено продавать землю и так далее. Но он же не договорил. Вы же понимаете, что вот в Израиле запрещено продавать землю, в Саудовской Аравии запрещено продавать землю, в Великобритании запрещено продавать землю и так далее. То есть во всех нормальных богатых странах только аренда. Почему, собственно, хотят именно продать землю, а не сдать в аренду хотя бы на тысячу лет? Дмитрий, для меня вообще, наверное, многих разочарую, но этот вопрос звучит, ответ на этот вопрос простой. Есть Владимир Зеленский, избранный большинством в Украине проживающих людей, граждан, более 70% проголосовавших. В своей программе Владимир Зеленский открыто заявлял то, что он будет идти на открытие рынка земли. И именно вопрос продаж. На бигбордах такого не было? На бигбордах не было, но в программе это было. Кроме того, у нас когда шла и предвыборная кампания Верховную Раду, то депутаты, вот слуги народа, так же само в своей программе заявляли эту позицию. И исходя из того, что люди проголосовали за президента, за партию слуга народа, большинство людей в Украине, для меня это и есть как бы тот референдум, который состоялся по этому вопросу. Референдум не состоялся по каким-то особенностям этого рынка, по тому, в каком количестве в руки продавать землю, кому продавать, когда открывать этот рынок земли. Вот эти все нюансы сейчас в моем понимании и надо обсуждать. Я знаю, что вопрос открытия рынка земли как продажи земли еще не решен окончательно, потому что нет голосования еще в Верховной Раде. Мы же понимаем, сейчас поставили процесс, запустили и в любом случае мы будем видеть только голосование во втором чтении за рынок земли. До этого мы не увидим обсуждения никаких других законов, мы будем наблюдать только вот этот процесс, правок и так далее. То есть мы изо дня в день приближаемся к тому, что будет голосование в конце концов. Поэтому я вот и хочу понять, имеется в виду, что, а почему именно продажа? Мы же понимаем, что открыть рынок земли можно трактовать по-разному. Можно открыть его как в Великобритании, а можно открыть его как, не знаю, где-нибудь на Марсе. Давайте тогда... Почему именно аренда? Почему вы поддерживаете именно аренда? Повторимся, как на всех каналах на сегодняшний день в Украине. Ответы на эти вопросы, да, там, они другими не будут. Я ж не что-то вам выдумаю новое, чего не существует. Вопрос связанный с тем, что на сегодняшний день рынок продажи земли существует в скрытой форме, в той или иной. И продажи земли, он существует через аренду, через как угодно, через формы. То, что на сегодняшний день без открытия рынка именно продажи земли, мы не сможем убрать злоупотребление, связанное с тем, что когда арендатор арендует землю, он может ее ухудшить, и у него нет стимула ее улучшать. Вот смотрите, я когда арендую землю, да, я арендатор, я понимаю, что это временное. И мне, для того, чтобы думать, что завтра будет с этой землей, когда я не буду арендатором этой земли, мне, как человеку, там, скажем так, без моральных каких-то устоев, что все-таки это вещь, которую нужно беречь, меня так учили родители и так далее, допустим, нету таких вот моральных устоев человека. Для него должен быть какой-то стимул, да. А стимулом данной ситуации будет только то, что завтра эта земля будет твоей же. И ухудшив ее состояние, ты уменьшаешь стоимость своего актива, который у тебя в собственности. То есть даже если это договор аренды на 100 лет, вы все равно будете сознательно ухудшать, если вы не ответственный собственник. И любое пользование, насколько бы оно ни было, оно может прекратиться досрочно. Оно может прекратиться досрочно. Каким образом? Путем расторжения этого договора аренды, путем изменения законодательства, связанного с арендой. Это может произойти. Право собственности. У нас не порушено, согласно Конституции, именно право собственности. Согласно декларации европейской. Согласно международных норм, прежде всего. Я как раз поэтому и подвожу, что если будет право частной собственности, то решаться будет именно в заграничных судах, а не в Украине. Давайте так, когда мы берем Израиль, мы сравниваем пол земли и качество той земли. Но с Украиной, наверное, сравнивать нет смысла вообще никакого. И даже там аренда. Так даже там аренда, она потому, что там ограниченный пол земли и вопрос сельскохозяйственной земли, там достаточно тоже ограниченный. У нас он по сравнению с Израилем не ограниченный. Если мы можем так сказать. Я не могу сказать, что у нас европейский. Тогда вообще, в принципе, и априори ее нужно сдавать исключительно в аренду. Или, например, в государственный банк. Но никаким образом не продавать частную собственность. Потому что частная собственность, это же международное понятие. И если начнется подниматься вопрос защите инвестиций, защите права частной собственности и так далее, то это уже потом Украина будет отвечать в международном формате. Потому что мы же понимаем, что все равно там достаточно много лазеек для того, чтобы пользу, вернее, собственность и земля в собственность ушла в заграничные банки, в заграничные корпорации и так далее. Ну, на сегодняшний день лазеек, чтобы земля ушла в заграничные корпорации, данный законопроект не мистить. Давайте так подкреслим оце питание. Якщо є відповідні лазейки, скажіть, які вони? Я вам аргументую, чому вони не використаються в данном напрямку. Ну, например, банки. Это же очевидно, что банки будут собственниками земли. Да, с ограниченным сроком два года. Если произойдет случай обращения взыскания на имущество, которое будет залоги у банков, то они в течение двух лет обязаны продать путем открытой продажи торгов эту землю. У них ограничение два года. Более чем два года они держать этот пол земли не будут. Хорошо. Давайте с вами рассмотрим другую. Предположим, два банка. Дима, давайте. Они каждые два года продают друг другу землю и держат ее бесконечно. В чем дело? Смотрите, они могут друг другу продавать бесконечно, но давайте подумаем смысл этой всей бесконечной истории и для чего она происходит. Да, вот у вас в собственности земля вы иностранцы какого-то. Я понимаю, что это корпорация, которая сельскохозяйственная, которая занимается этой продукцией постоянно, но это банк. Банк, который на сегодняшний день, вот банки, которые существуют, назовите, а хоть один из банков с иностранным капиталом, который является сельскохозяйственной корпорацией. Есть такой? Нету такого. Более того, у банка это не есть профильной деятельностью. И банку, секунду, банку будет очень сложно, очень сложно заниматься этой профильной деятельностью, самостоятельностью. То есть банк в данной ситуации что должен будет сделать? Передавать ее в аренду, да? Ну, как вариант. Это теоретические тонкости, потому что мы же объективно понимаем, что Акрохолдинг просто делает свой банк. Когда мы обвиняем банки в возможном будущем злоупотреблении, мы должны не только политически как бы ставить какую-то ситуацию, которая вот она может быть, да? Но и логически рассуждать, а почему она может быть и какой смысл в ее существовании. Потому что, ну, банк, прежде всего, это финансовый инструмент, который считает деньги. И наличие у него актива какое-то продолжительное время, неденежного актива, не всегда в плюс. Вы же понимаете, что сейчас, если вот брать Акрохолдинги и так далее, что вот у них есть либо подставные лица, так называемые фунты, либо это товарыство с обмеженной відповедальностью. Например, я просто ставлю себя на место, условно, владельца Акрохолдинга. Мне плевать, на каком балансе лежит та земля, которую я купил. Либо это будет на балансе банка, там, одного или двоих моих, либо это будет, там, на балансе фунта, либо это будет на балансе тов. То есть разницы для меня, по большому счету, никакой, потому что бенефициаром являюсь я, и я буду, таким образом, этой землей распоряжаться. И мне будет государство Украина платить в международном формате компенсации и неустойки, если вдруг мое право частной собственности кто-то в Украине нарушит. Ну, это же очевидно. И вот здесь, опять же, возникают вопросы. Ну, то есть, если вот аренда, то в чем проблема, если это брать? Либо это аренда на, там, 100, 200, 300 лет. Ну, вот максимальный срок аренды в Великобритании, там, это 999 лет. В чем дело? Почему не аренда? Тем более, вы же понимаете, договор можно прописать любым образом, чтобы собственник просто обязан был следить за землей. Если он не будет следить за землей в том параметре, которым надо, тогда земля просто уходит другому какому-нибудь собственнику. То есть, инструментов можно массу прописать. Почему именно продажа, а не почему аренда? Я вот, на самом деле, вот сейчас услышал аргументы, только Зеленский обещал, но это очень спорный вопрос, потому что... Зеленский обещал, а люди проголосовали за это. Смотрите, Дима, еще раз говорю, мы можем называть тысячу аргументов, которые сейчас по всем телеканалам. Вот вы спросили, почему вот аргумент еще дайте, почему не аренда, а продажа, да? Давайте, давайте, почему вы лично соглашаетесь с этим? Я лично, я с любым логическим аргументом соглашаюсь. Если он логичен, то почему нет? Он умеет право на существование. Хорошо, приведите логические аргументы, почему именно продажа не аренда. Есть другой аргумент, там, внутренних каких-то ощущений, убеждений, там, забубонов и так далее, и так далее, вещей, да? Хорошо, логические аргументы. Если мы... Логические аргументы, да, есть экономика соответствующая, вот экономические аргументы. Мы понимаем, что... Какие? Секунду. Мы понимаем, что право аренды, оно всегда будет гораздо ниже, чем право собственности, оценивано в денежном эквиваленте. Если это так, и у нас по расчетам наших экономистов, я не экономист, я юрист, я не готов спорить с их расчетами, да, мы их принимаем, потому что, ну, мы набрали лучших из лучших на сегодняшний день, мы так считаем с вами, правда? Вы голосовали, я голосовал. Но вы так считаете. Они дают расчет, что рынок соответствующим образом будет толчок его, да, после продажи земельных участков, или, скажем так, после открытия возможности продажи земельных участков. И стоимость этого земельного участка, то есть денежные средства, которые будут влиты в рынок соответствующий, будут больше, чем, если будет открыт рынок или будет оставлен рынок исключительно аренды земли. Хорошо, я вот понимаю. Допустим, экономический аргумент. Вы против него тоже ничего не скажете? Он логичен, правильно? Опять же, если брать этот аргумент и рассматривать его как аргумент, вы же возвращаемся к вашим словам, которые вы вначале сказали о том, что рынок-то уже существует. Дима, скажите мне другой, вот я вам вопрос задам, да, вот вы мне задаете вопрос, давайте я вам попробую задать. Попробую. Вы скажите, чем ненормально вообще продажа земли? Чем ненормально, нелогично, ненормально? Мы не говорим по сравнению с другими странами, там, или у кого-то там их меньше этой земли, или у кого-то свой забубон, какая-то другая историческая какая-то сложилась история с этим вопросом, да? Вот чем ненормально, по вашему мнению? Дело в том, что владеть человек может только тем, что сам создал. Землю люди явно не создавали. И здесь, опять же, вот вопрос. Право частной собственности, это международный формат. Воду люди продают? Ну, так это, собственно, естественно. Секунду, воду люди продают? Продают воду? Вы в бутылках воду покупаете? Люди на 85% из воды создают? Кто создал эту воду? Давайте тогда только в пользование воду будем друг другу передавать, если как бы ее нельзя тоже... Это же не мы создали с вами. Так мы сейчас дойдем до того, сколько Черного моря мы будем продавать. Кислород продают. Вы считаете, не нужно продавать кислород? Кислород не вы же создали, не я. Не люди создали. Ну, вот уже до этого потихоньку тоже приходится, квоты вводятся, на выбросы вводят, и так далее, и государство платит. Совершенно верно. Если мы, опять же, вернемся к понятию суверенитета, к понятию безопасности и так далее, то мы же понимаем, что потом в будущем будет очень проблематично как-то развернуть ситуацию обратно. Есть ограничения, связанные с суверенитетом, связанные с безопасностью. Они заложены в данный законопроект. Есть ограничения от 50-километровой зоны, от границы, что ее невозможно продавать. Есть ограничения, связанные с тем, что невозможно конкретным государством-агрессорам продавать. О том, что мы иностранцам вообще не продаем без референдума. Этот вопрос вообще закрыт. Вот мы на сегодняшний день, из того, что вы сказали, актуальный вопрос, да, банки актуальный вопрос. Но я вам скажу, кто его педалирует на сегодняшний день в Верховной Раде. Одна на сегодняшний день политическая сила, которая ранее вообще заявляла о том, что открыть рынок нужно было уже давно, и было настолько идейно в этом направлении. Это Порошенко, что ли, партия? Нет, партия Юлии Тимошенко. Это их позиция. Они это объясняют тем, что и вы объясняете. Это слово в слово. И еще раз говорю. Нет, так подождите. Я выступаю конкретно против всех этих моментов. Я хочу любого объяснения иметь какое-то логическое заключение. То есть, если есть какое-то у вас опасение, давайте реально подумаем. Вот оно случается. Кому это выгодно и почему оно должно случиться? Случайно все может случиться в этой ситуации. Но мы предвидеть ничего не можем. Есть вообще другое направление по рынку земли. Смотрите, есть более революционное направление. Все специалисты, с которыми я общался, которые действительно понимают земли, которые участвовали в разрешении данных вопросов в других странах, где уже открыт рынок земли, они говорят, вот у нас ошибка была, что мы поставили ограничения, какие-либо вообще связанные с рынком земли. Вот послушайте это, да. Именно ограничения, что запрет по количеству, запрет по лицам кому продавать. Смысл, почему это было неправильно? Потому что все равно все эти ограничения тем или иным способом все обходят. А сами же ограничения, наоборот, тормозят этот рынок. Понимаете, я думаю, если у нас сложится с рынком земли, почему если, потому что, ну, мы не предсказатели, всегда бывают ситуации, которые от нас не зависят, да, как бы мы этого не хотели бы. Если у нас сложится с рынком земли, он будет открыт, и действительно он заработает, я более чем уверен, что большинство ограничений, может быть, останется связанное с иностранцами, но большинство иных ограничений не уйдут в никуда. Потому что мы с вами, вот, я надеюсь, до этого доживем и это увидим. Если же рынок земли не будет открыт, возникают, ну, два вопроса на самом деле. Первый вопрос это экономический, который у нас на сегодняшний день идет по программе избранное нами правительство. Есть программа президента, который видит это в логике общей структуры, в обещаниях конечных, которые должны там пенсионеры получить выше пенсии. Мы с вами достойные зарплаты, в стране должна быть лучшая экология. Это нам рассказывает, но пока меня никто не делал. Вы, наверное, не скажете, что я вру, что на сегодняшний день Владимир Зеленский это наиболее революционный из всех президентов, которые существовали до него. Ну, землю продавать никто не забывал. Секунду. Землю продавать, это открывать рынок земли. Так подождите, вы же сказали, что рынок у нас уже есть. Я договорю, менять трудовой кодекс, тоже вы сейчас скажете, что это очень плохо. Вопросы, связанные с тем, как принимается количество законов на сегодняшний день в Верховной Раде, что вопросы решаются достаточно быстро. Вопросы обсуждаются действительно до Верховной Рады, люди приходят с готовыми мнениями. Они просто занимаются непонятно чем до заседания в Верховной Раде. Вы знаете, вот вы говорите, что сейчас есть рынок земли. Сейчас есть у нас серый рынок земли через аренду. То есть, у нас давно работают заграничные корпорации. Они за десятилетия все, что можно было вложить, уже вложили. Они построили инфраструктуру, они построили зернохранилище, они построили, возможно, дороги, порты и так далее. Где? Сколько? Так вот, не, подождите, это же все открытая информация. Как раз те, которые будут строить, которые будут вкладывать деньги, они не зайдут в серый рынок земли. В сером рынке земли находятся у нас, начиная от чиновники, которые имеют доступ к этой земле. Секунду. Заканчивая тех, у кого нелегальные доходы, которые вкладывают в этот рынок земли. Почему? Потому что это достаточно выгодно. На сегодняшний день земельные участки, которые в подвешенном состоянии, то есть они не находятся ни в аренде, ни в собственности, ни у кого. Послушайте, мы же понимаем, что есть международные агрохолдинги, которые давным-давно работают в Украине. Например? На серый схемы. Вот агрохолдинг Мурья, которым владеет большой частью Саудовская Аравия или Объединенные Аравские Эмираты, я его точно не помню. Вы уверены? Да, абсолютно. Я читал эту информацию, я могу предоставить после эфира. Так оно уже есть. То есть с учетом того, что это аренда, то у граждан Украины есть потенциально законодательная возможность потом в будущем, если все-таки они захотят вести эту деятельность, каким-то образом развернуть эту ситуацию и на своих трех-трех-тридцати-пятидесяти гектарах сделать фермерское хозяйство. Но опять же, когда у них будет возможность, если у них такая возможность будет, я надеюсь, что государство Украины ее предоставит. А когда мы продаем землю, мы не сможем развернуть ситуацию. И потом уже будет как бы все, поезд ушел. И что дальше? Почему именно аренда? Почему такое маниакальное желание именно продать землю? Почему не государственный банк? Почему не аренда земли? Тем более мы же понимаем, что все инвестиции уже заграничные агроховники уже вложили. То есть, ну вот куда они будут еще вкладывать деньги? Ну они построили зернохранилище, все остальное. Ну что, лучше куда они будут вкладывать? Окей. Сложность диалога с вами, что у вас в вашем монологе много вопросов, вот ряд, да? Мне было бы удобнее, если бы вы концентрировались на одном вопросе, тогда и не было бы... Почему именно аренда и куда будут вкладывать деньги еще и с полной инвесторами? Вы сказали, почему мы срочно хотим продать землю? Ни вы, ни я срочно не хотим продать землю. Мы хотим предоставить такую возможность в нашей стране всем тем, кто является собственниками земли. То, что мы откроем рынок, это не значит, что срочно все продадут землю. Ну это же бред. Мы с вами это понимаем, что этого не будет. Более того, я вам скажу, вот я на прошлой нашей встрече говорю, бабушка на округе, у меня на округе в Петриковском районе, вопрос задает. Я не хочу открытия рынка земли, потому что я только его открыть, я его сразу продам всю землю. А если не открыть, то я эту землю спадкую своим детям. В чем ее мотив неоткрытия рынка земли? Ведь когда откроется рынок земли, ее не заставят продавать. В том, что у нее финансовое положение такое, что ей нужны деньги, и если она первую эту возможность увидеть, она сразу ей воспользуется. Но это не значит, что ей хуже станет, да? Не значит, что ее детям хуже станут. Вот у меня вопрос, если бы мне задали, что мне лучше? То ли, чтобы мои родители получили деньги и прожили свою жизнь финансово спроможными, то ли то, что они мне успадковали какую-то землю, но при этом они были бы нищими. То есть, если к вам подходит игроман и говорит, не ставьте, пожалуйста, здесь игровой автомат, потому что я потом продам квартиру и останусь голой госой на улице. Голой госой на улице. То вы говорите, значит, надо вам поставить автомат, потому что у вас тогда будет возможность все проиграть или как? Не совсем так. Ну, вот если этот пример брать, я вот сейчас его просто смоделировал аналогически. Нет, он не похожий. Вот игроман, игроман и автомат. Дим, вообще рядом не похожий вопрос, много вопросов. Но если бабушка говорит, не открывайте рынок земли, потому что я ее продам. Бабушка говорит о другом, на самом деле. Бабушка говорит о том, что у нее ситуация на сегодняшний день, и та пенсия, которая нищенская, ей не на что жить. И она, получив какую-либо возможность получить дополнительный доход, секунду, она сразу же этой возможной воспользуется, потому что ей нечего есть, ей не во что одеться. Ну, давайте так, это грубо, но это на самом деле так. Это потребность, правильно? Конечно, это те потребности, из которых мы живем. Но вы скажите, если вам не во что одеться, нечего кушать, вы будете продавать то, что у вас есть, если есть такая возможность? Будете. Вы же не будете умирать, но не продавать. Не будете этого делать, это абсурд. Если же мы тогда переходим в разрез именно бабушки и ее потребности, тогда уже нужно поднимать вопрос, а почему у нас, собственно, пенсии ниже, чем прожиточный минимум? И тогда тоже мы упремся в государство, Зеленского и все, что с ним связано. Я сейчас это отдельный вопрос, и нужно будет разбираться... Значит, пенсии у нас не ниже, чем прожиточный минимум, на самом деле. У нас 4,5 тысячи прожиточный минимум? Ну, так оно и есть. Знаете, какое объяснение я получил? Нима Грушей. Ну, Дима, вот вы... Если коротко, я думаю. Да нет, ну, если длинное, это то же самое. Если это длинное... Ну, еще добавили мне, что подождите, в следующем году и следующем... А у меня был единственный вопрос на вот это все. Господа, я же сейчас не голосую за законопроект. Речь идет о вынесении законопроекта просто в зал для того, чтобы его начали обсуждать. Для того, чтобы был какой-то катализатор. Извините, чтобы свою заднюю часть кабинет министров поднял и начал задумываться. Ага, педалируется какой-то вопрос по пенсиям. Надо думать, откуда мы можем взять деньги. Это все-таки наша задача будет. Мы же все-таки какие-то профессионалы, да, кабинет министров, мы должны предоставить эту возможность. В теории, да. Ну, в теории и на практике. Я же не говорил, что мы сейчас голосуем вообще за повышение. Давайте хотя бы обсуждать. Если мы возьмем формат... Отказались обсуждать эту тему вообще. Если мы возьмем формат гиберторианства... Но надо отдать должное... Мы четко могли говорить о том, что, ребята, пенсии вообще архаизм, их надо отменить, потому что мы никому ничего не должны. Разбирайтесь сами. Это открытый рынок. Сдохните. Значит, хорошо. Не сдохните, значит, тоже ничего. Ну, то есть, это нормально. С учетом логики вот этой вот... Это вы просто ретранслируете мысли неадекватных людей в данной ситуации. Не, ну почему же? Я просто воспринимаю вот как... Или это ваша точка зрения тоже? Не, не. Полностью свободный рынок. Это означает, что каждый сам за себя. Государственникам ничего не должно. Правильно? Нет. Социальная ответственность существует в любом государстве. Нет у такого мира... Даже при либертарианстве, например, в Афганистане? Смотрите, я еще раз говорю, в любом государстве существует социальная ответственность. То ли это исходит из каких-то исторических устоев, то ли из моральных устоев. Но в любом случае старик – это старик, который достойный уважения, а пенсия – это уважение к старикам. Ее размер – это степень уважения к старикам. Я думаю, либертарианцы в вашей партии с вами не согласятся. Я ни одного либертарианца в моей партии не видел. Ну, и не общался с ним. Это можете... Там Патураев и все остальные вот эти моргинальные... Я его не считаю либертарианцем, скажем так, да. И я думаю, он скорее ближе к левым, чем к... Мы сейчас вот, да, немножко уводим от темы земли. Потому что вот получается, вот почему именно продажа, почему не аренда? Вот я хочу понять аргумент. Вот если брать финансовые, которые вы привели, но мы же понимаем, что агрохолдинги уже есть. Они десятилетиями уже вкладывали все, что надо для того, чтобы здесь что-то выращивать и вывозить за границу. В ограниченном масштабе. Почему? Кроме финансового аргумента – это степень ответственности. Более ответственности у собственника, чем у пользователя. Я вам это объяснил. Я как собственник буду заинтересован, чтобы мой актив не утратил стоимости в дальнейшем, чтобы его мог продать не дешевле, чем я его купил. Ну, это логично, правильно? Это как аргумент железный. Второй аргумент... Мы сможем увидеть в наших данных, да, и реально поднять всю землю, не будет нелегальной ее обработки. Не будет той земли, которая нелегально обрабатывает. Почему я так считаю? Потому что те же ОТГ, которые объединены реальной громадой на сегодняшний день создаются, которые получат возможность распоряжения этими землями, которые везде имеют недостаток финансов для того, чтобы развиваться, будут заинтересованы, чтобы максимально инвентаризировать эту землю и максимально ее выставить на рынок продажи. Хорошо, давайте зайдем... Эти лица находятся на самом деле где-то в похожей ситуации с той бабушкой, о которой я вам говорил. Единственное, что им для развития нужно, а бабушке для существования нужно. Хорошо, давайте зайдем по-другому. Как вы считаете, почему в Великобритании, в Саудовской Аравии, в Израиле, во Франции запрещена именно продажа земли, а почему там разрешена только аренда? Ответьте на вопрос. Ну, если мы будем брать каждую страну в отдельности, допустим, Израиль, если давайте возьмем. Почему я так считаю? Мы же не спрашиваем. Почему вам кажется, что они глупые или они все-таки умные? Я думаю, что они руководствуются теми вопросами, которые в пределах их страны существуют, и они руководствуются теми возможностями, которые у них существуют в стране. И мы на сегодняшний день, вот вы зададите, почему они покупают недвижимость стоимостью по 50 тысяч долларов в квадратный метр. Это не супер какая-то там из золота построена недвижимость. Вот почему вы мне ответите на вопрос? Почему мы, допустим, не установим, давайте, ну, по 50 тысяч долларов? Почему накрещать эти квартиры дороже, чем в Житомире? Потому что рынок диктует такие условия. Потому что у них есть ограниченность территории. В отличие от нас, у нас свободной территории намного больше. Это объективная составляющая. Это как минимум причина разного подхода к вопросу, что делать с землей. Примерно одинаковую территорию. Франция. Почему там запрещено? Секунду. В Франции запрещено, насколько я знаю эту ситуацию, там частично запрещено. Там нет запрета полностью на распоряжение. Аренда. Только аренда. Нет. Там нет полного запрета на распоряжение землей. Это первое. А второе еще раз. Договор аренды вам позволяет распоряжаться землей. Дим, ну, вы хотите со мной, как с полиглотом, который знает во всех странах внутренние нюансы, почему именно у них, допустим, такая ситуация. Нет, тут просто вопрос четкий. Либо правосомство, либо аренда. Вот Франция это аренда. Я вчера был, знаете, я был на комитетских слушаниях, вчера находился, да, и там вопрос обсуждался немножко другой, связанный с судебной системой. И у меня так внутри себя возникло такое внутреннее отторжение того, что я слышал, знаете, в части в какой. Что мне начали говорить? Вот во Франции там так, в Америке там так. И там по-разному у них между ними. Я говорю, там это классическая система, это лучше. Там вообще еще лучше, там усовершенствование. Так Украина на сегодняшний день взяла систему у той стороны, надо взять теперь у той стороны. Я вот так думаю, мы где-то берем какие-то... Почему мы должны слизывать так, как у них? Почему мы должны на 200% быть похожими на них? Ну, мы себя считаем ниже, мы себя считаем глупее в этих ситуациях. Я не знаю, ну, вот у меня глубокое противоречие. Я на рынок земли, на сегодняшний день, исхожу из тех моментов, что я вам сказал. Первое, из того, что есть решение людей при голосовании. Второе, я исхожу из того, что я был у себя на округе, это у меня Петриковский район, Днепровский район, Днепропетровская область, ИНД район, это город Днепр. Ну, сельскохозяйственные, это первые два. Я с людьми разговаривал на эту тему. Сказать, что у 100% людей, у 50% людей... Это мы сейчас уже сходим на несколько. Я исхожу из... Вы же хотите мое мнение, мое ощущение, или вы хотите как бы научное какое-то исследование, которое скажет вам... Просто ответ. Вот это вот 100%. С вашей точки зрения, почему во Франции не продают? С моей точки зрения, открытие рынка земли нужно делать. Нужно делать. Через аренду? Нет. Полное открытие рынка земли. То есть, во Франции глупые люди все-таки? Во Франции есть своя философия к этому вопросу, свои условия и своя история к этому вопросу. И британцы, в принципе, тоже не сильно умные. Секунду. Но давайте это достанем Франции. Давайте присоединимся тогда, или пусть нас кто-то захватит. У нас конституция записана. У нас конституция записана, и у нас с вами есть право на реализацию нашего права на землю. Вы можете обратиться. Да, может быть, кто-то там незаконно вам будет препятствовать в получении того, что вам действительно положено земельного участка. Кто-то будет не препятствовать. Но конституция вам это гарантирует. Вы можете и сейчас это обращаться. Вы можете с этим обращаться, и после открытия рынка земли вам это никто не запрещает. Более того, Дмитрий, ничего не меняется. До этого мы дойдем. Вот вы с вами не должны брать вот это вот, если это случится, то все остальное перечеркнется. Это не так. Это дополнить ситуацию. Смотрите, я сейчас хочу просто вот понять. Если вот во Франции запрещено, почему у нас вот хотят разрешить? Если в Британии запрещено, почему у нас идут по другому пути? Потому что мы не Британия и не Франция, Дмитрий. Хорошо. Тогда, если вот это просто ваш ответ, тогда хорошо. Вот представьте, что вы великий государственный деятель уровня Зеленского, Гончарука и так далее. Ну, почему великий? Просто государственный деятель. Можно, можно, да. Великий – это уже какая-то субъективная оценка. Я к тому, что вы максимально с государственной точки зрения подошли к вопросу. Что право решения, право вета за мной, да? Да, да, да. И вам приносят два законопроекта. Вы, как государственный, который отвечает за безопасность, за благоденствие народа и так далее, вам выложат два законопроекта. Один человек приходит и говорит, слушайте, вот, короче, землю нашу, нашей территории, нашей страны надо продать. Купят ее, ну, короче, половина наши, а половина иностранцы. В общем, половина будет владеть иностранцы, и если будут потом проблемы, будем решать в международных судах. Как-то. А второй законопроект ложится и говорит, слушайте, вот, надо землю сдавать в аренду, потому что если мы будем ее продавать, это право частной собственности, и потом это проблемы в международных судах, там, конфликты и так далее, нафиг оно нам надо. Какой законопроект вы бы взяли подписать? Вы слишком, так, взяли все хорошее в одно предложение вложили, а все плохое в другое предложение. Ну, так нельзя. Вот все эти моменты, которые вы сказали, плохие, секунду, Дмитрий, ну, я отвечаю на вопрос. Если вы в одном предложении, вот, те все плохие моменты, которые отобразили, поверьте, они все те же самые плохие моменты, их можно аргументировать и во втором предложении. Как? Те же международные суды, те же иностранцы, это все может быть и там, и там. Нету разницы совершенно. Есть одна проблема, ну, в моем понимании, секунду, одна проблема в моем понимании, которая существует, да, вот, почему вложиться в головы людей, соответствует их настроению, когда вот протестное настроение против рынка земли. Это потому, что у нас в ментальном плане где-то сложилось, что вот эта земля, мы, украинцы, це наше, це свое. И ведь да, ты его комусь, це, ну, якось за эту землю, це за подлог, це за подлог. Секунду, это отдельная история, это вообще шутить. Но если на ментальный уровень переходить, то наши деды здесь за это воевали, да. Дети, деды умирали и за землю, и за страну, и за государственность, и за своих детей, внуков, за все умирали, на самом деле это достаточно отдельная тема, я бы просил интервью. Если мы говорим о земле как таковой, вот внутри меня, да, я более чем уверен, если бы жил мой отец, он бы был категорически против. Но это не потому, что это неправильно, это не потому, что это для страны плохо. Это сложившийся в его жизни стереотип, что земля на ней працюют, и мы маем на ней бути, больше никого там не має бути. Взагалі, коли заходить до села, будь-яка людина, яка не з цього села, село його сприймає негативно, чи її. Негативно. Тому що в нас… Сначала, да, защитим их… Хвилинку, хвилинку. Тепер щодо оренди землі. Ще раз скажу на прикладі. От є в нас оренда землі на сьогоднішній день, є пайщики, що здали в оренду. От є іноземний інвестор, це реальний факт, Петриківський район, прийшов іноземний інвестор. Йому передали пайщики в оренду. Після цього хтось з інших наших інвесторів, місцевих, які мають нелегальні доходи, сказали, слухай там, Петро, я тобі готовий там більше платити, ти його кидай, я тобі зараз паралельний договор з тобою укладаю. Хвилинку, хай нахладає. Його неможливо урегулювати цей процес. Тому що власність, як такова, в цього Петра. І в будь-якому випадку Петро, і в ним, і цією власністю розпоряджається. І в будь-якому випадку користувач буде завжди в залежності від власника. В нього не буде повноцінного володіння цієї земельної ділянки. В нього не буде повноцінної впевненості в цій земельній ділянці. Ну, постійте. Є ще таке поняття, як продажа договору, оренда. Це моя думка. Це моя думка і приклад, який є в житті. Більш того, на сьогоднішній день, там, більше ніж 10 років, там, може, утрую, більше ніж 8, 8-10 років, йде спір між одним землекористувачем і іншим. Це достатньо крупний. Ні, це не ужас, це реалії. Це реалії нашої житті. Якщо в нас є ринок аренды, чому його не узаконити? Чому його не ввести на нормальну? Так ми його узаканимо. Чому в Франції, в Британію, ми цей ринок приводимо в белий? Тут ви його переделуєте. Ми не переделуєте. Перенести з права аренды в права частного собственності. Коли, якщо проголосується цей законопроект, у нас нічого не змінюється в країні, кроме того, що появиться можливість продажі землі. На самом-то деле. С ограниченнями. С ограниченнями. Це не означає, що все срочно должны побежать і продавати землю. І все об'язані це зробити. І хтось не зробив, то буде проблема. Ми розуміємо, що це процес длітельний. Є фіксування стоимості, яка буде відфіксувана, ніж якій земля твоя не уйдет. І ніж якій ніхто її не купить. Це спеціальні люди, які вміють убеждати о необхідності продажі землі. Це називаються рейдери. Спеціальні люди всегда були, єсть і будуть. Котори зарабатують на продажі землі. Котори не зарабатують на продажі землі і інших об'єктів. Є ще раз говорю, єдинний ментальний вопрос, що земля – це щось у нас дійсно святое. Я з цим соглашусь, що це святое. Що це дійсно якби… Я вас вийшов其实 не понимаю. Говорите, що це святое, але ходите його продані. Я не хочу його продані. В USC проголосуєте о ж закономі проєктав, я не проголосуєте. Я хочу, щоб це святое легально продавалося і викорілося, дійсно, з разумним підходом. От действительно прогов peraire900 святое? Таргуємо і нормальні для вас? Фін bride. Таргувати 2022 є нормальним для вас? Я дивлюсь для нас. Я вampfжARE, що в цій ситуації в ph 부드�нікому землі – це нормально. Это нормально. Я не вижу ненормального чего-либо, если я собственник этой земли, почему я не могу ей распорядиться? Вот вы собственник земли, вы хотите ей распорядиться? Хотите? Вот честно, я вот с учетом того, что опять же у меня есть в Черкасской области определенное количество земли. Вот я бы не хотел, чтобы я имел право ее продать, чтобы у меня было право частной собственности. Меня бы полностью удовлетворило право аренды. Почему бы вы отказались бы от права собственности земли? Но опять же, земля это святое. Мои деды, прадеды умирали за эту землю. Почему бы вы отказались бы? Вы конкретику ответьте мне на вопрос. Почему бы вы отказались? Потому что это правильно с точки зрения государства, с точки зрения страны, в которой я живу. В чем правильность? Ну это общие слова, которые больше как прилагательные. Потому что если есть прецедент, что например я хочу продать, значит это неправильно. Почему? Значит это будет уже владеть этой землей, будет непонятно кто. Если я условно сам позволю продать. Что если я у вас куплю землю, это будет непонятно кто. Почему вы считаете, что вы, допустим, лучше пользуетесь этой землей, чем я? А почему вы не думаете, что я в сельском хозяйстве понимаю лучше, чем вы, а эта сельская только приобретет? Почему вы не думаете, что я, как новый собственник земли, улучшу ее качество и страна приобретет, страна в стоимости приобретет. И то, что наше святое, оно станет только лучше, оно не станет хуже. Почему вы не считаете, что открыв рынок земли, открыв рынок земли, эта земля не только удорожается и лучше станет, да? Но эта земля обретет хозяина конкретного. Никогда в жизни никто не убедит, и вы знаете об этом, что отсутствие хозяина это лучше, чем наличие хозяина. Для любого объекта. То ли собственности, то ли пользования. Правильно? Наоборот. Мы друг друга поняли. Поэтому в моем понимании это все плюсы. Мы говорим о недобросовестности какой-то. Мы говорим о том, что надо ограничить потерю государственности при распоряжении земли на иностранца. У нас есть референдум, мы предусмотрели его. У нас есть ограничение по количеству земли, мы его предусмотрели. У нас есть запрет на приобретение 50-километровой зоны от границы для того, чтобы защититься, для того, чтобы о безопасности подумать о нашей стране. Предусмотрено это тоже. Что не предусмотрено на сегодняшний день? Запрет банкам с иностранным капиталом давать кредиты у нас в стране, банкам, которые у нас в стране зарегистрированы, подчеркиваю. А вы посчитаете из тех банков, которые у нас зарегистрированы в стране, какие не с иностранным капиталом? Только государственные, да? Какие у нас еще существуют не с иностранным капиталом? Не, ну разные. Может на наш олигарх, что зашел деньги на границе и появился банк. Более того, вы же со мной согласитесь, если не будет возможности предоставлять кредиты банковские под приобретение земли, то этот рынок будет мертвый для таких, как вы и я. Для украинцев? Ну, я думаю, для таких, как вы и я. Для фермеров. То есть у тех, кого нету там наворованных денежных средств, я за себя и за вас, думаю, могу это отвечать. Правильно, Дмитрий? Глядя мне в глаза. Вполне очевидно. Вот. Исходя из этого, нам с вами нужны будут эти банки, если мы с вами захотим заниматься сельским хозяйством, если мы захотим его развивать, то нам нужны. А банки, мы с вами понимаем, что в любом случае не дадут деньги без обеспечения, без залога. А у нас другого залога с вами не будет. У нас нету с вами каких-то активов сумасшедших. Мы же с вами не миллиардеры, да, чтобы заложить что-то другое, чтобы получить кредит под землю. Поэтому есть эта ситуация. Но давайте рассмотрим с другой стороны. Если такой, как вы и я, добросовестный, мы берем эту землю, покупаем, да, начинаем сельское хозяйством заниматься, взяли кредит, то мы с вами добросовестные. Я, допустим, для меня это хуже нету. Хуже нету, если я кому-то должен деньги. Значит, я их верну. И какой риск тогда для того, чтобы банк заберет эту землю? Это понятно. Мы добросовестные и так далее. И если вот мы будем там работать, если с нами не приключиться, если мы не заболеем и так далее. А если мы с вами не будем работать, то у нас не будет страны. В общем, много если и если не заболеем. Хорошо. Но вы же понимаете, что всегда больше денег у того, кто их печатает. Печатают деньги, вы же понимаете, кто это. Это пять резервных валют. Или там шесть или семь уже с учетом Австралии, Канады и так далее. Они их печатают. Мы сейчас перейдем к масонскому заговору. С божьей упаси. Зачем какие-то масонские заговоры? Мы же объективно понимаем, что Украина и гривна это не резервная валюта. Мы не имеем права печатать в международном формате деньги. И там их всегда будет больше, чем здесь. Это как 2 плюс 2. Это элементарно. Так вы же понимаете, что вопрос времени только. Хорошо, 5, 10, 15 лет. Но собственников граждан Украины в процентном соотношении, со 100% сейчас, будет процентов 15 лет через 10. Но вы же это понимаете? Я это не понимаю. Согласно законам, собственниками земли будут граждане Украины. Пока не пройдет референдум, который допустил бы иностранцев возможности. Или это будет 2 заграничных банка, которые каждые 2 года будут друг другу продавать землю? Заграничных банков тоже не будет. Закон четко устанавливается. Это украинские банки. С возможностью иностранным капиталом. Какая разница? Большая разница. Это субъект, который в Украине. Который платит здесь налоги. Хорошо, срегистрировался он в Украине. Который контролируется нашей финансовой системой. Какая разница? Разница есть. Одно дело контролируемое иностранным государством банк. Другое дело, которое контролирует нашим государством. Есть разница, наверное, Дмитрий? Но здесь вы опять же тоже не правы. Потому что если мы будем смотреть на Национальный банк Украины, читать законодательство, закон, по которому он работает, то это все равно часть международной финансовой системы. И у нас банк не может контролироваться внутри украинскими хотелками. Он контролируется международными обязательствами, договорами, законами и так далее. Банковской деятельности будем цитировать? Потому что банки работают у нас по системе банковской, которая у нас в Украине. Да, мы имеем международные стандарты какие-то. Вопрос учета, вопрос перевода денежных средств каких-то правил. Стандарты. Но правила, требования к банкам диктуют Национальный банк, законодатель, Верховная Рада. Мы с вами. Но опять же, если мы посмотрим Конституцию, то международные договора, декларации обязательства, они у нас стоят выше, чем законодательство. Я внутри себя, без обид, но я понимаю, что если бы не существовало нормы по банкам, допустим, берем ее, то было бы придумано что-то другое, почему рынка земли не должно быть в Украине? Не, абсолютно верно. Была бы другая страшилка. Я согласен с вами. Не, я думаю, что страшилки, дело не страшилки, дело в схемах. Вот так вы предложите схему, Дмитрий. А я предлагаю. Предложите, секунду, только не надо там, давайте не будет продажи, будет аренда. Это не схема. А почему? Это не схема, потому что люди и люди... Тогда у нас есть гарантия, что граждане Украины будут собственниками. Избиратели проголосовали за программу президента, за программу партии. Я такой же, как и вы, избиратель. Я тоже голосовал за президента. Я тоже голосовал за программу партии. Возможно, не вся программа мне нравится. Но президент шел с этой программой и говорил, что вот это те пункты, при реализации которых я дам вам результат. Мне нужен от него результат. Когда я голосовал за него... Секунду, поэтому, когда президенту мы возьмем и ограничим, ты знаешь, в принципе, пункты неплохие. Но мы пару пунктов уберем, вот это без них делай то, что ты планировал. Ну, вы считаете, ответственность президента, она сохранится в должном объеме, да, в этой ситуации? Я считаю, что нет. Я считаю, что тем самым вы как бы, ну, обманете сами себя. Вы проголосовали за президента, сдули в кармане, что, а что-то мы тебе не дадим сделать. Если вопрос по земле поставят на референдум, тогда это что, это будет взрада президента народа Украины? Нет, вопрос не взраде президента. А почему не ставят тогда? Просто мы можем ставить... Ну, это же очевидно, что не ставят, потому что народ будет против. Это оттяжка во времени, оттяжка во времени данного вопроса. То есть месяц-два играет роль. То, чем на сегодняшний день, вот то, чем на сегодняшний день занимаются наши оппоненты, да, по вопросу открытия рынка земли в Верховной Раде. Мы же с вами понимаем, и они понимают, что исключительно для оттяжки времени, что мы этот месяц не примем этот законопроект, если у нас будет большинство, следующий месяц не примем этот законопроект. Нет, это же по времени, то дело десятое. Ну, как это десятое? Посмотрите, если вы провели референдум, у них не было шансов вообще что-либо делать, потому что народ сказал, что референдуме так или не так. Я не готов быть Нострадамусом в этом вопросе, чтобы сказать, что референдум даст тот или иной результат. Единственное логическое объяснение, почему не хотят проводить именно по этому вопросу, потому что социология говорит большинство других. Референдум — это оценка настроения людей на конкретную дату, на самом деле. Это оценка настроения людей на конкретную дату. При этом, я не знаю, насколько объективно, я не специалист социологии, и насколько при референдуме действительно объективное мнение возникает. Я могу сказать только то, что в моем понимании голосование за президента Владимира Зеленского, за его программу — это и есть тот самый референдум. Потому что среди вопросов в программе президента, я повторяюсь уже, был и этот вопрос. Для меня это и есть решение через референдум. Вопрос в другом. То, что я обсуждаю со своими избирателями на округе, то, что я с вами готов обсудить. Есть нюансы. Этот рынок существует, но что при этом? Должны быть какие-то ограничения. Секунду, это не рынок земли, это продажа. Возможность продажи — это возможность распоряжаться своей собственностью. В общем, нет во Франции. Это возможность аренды, в том числе, возможность продажи. Давайте нашей страной будем смотреть, что у нас происходит. Давайте не заглядывать, как у кого-то. Мы куда-то заглядываем, и у них при этом все хорошо, у нас все плохо. Может быть, все-таки надо заглянуть, что у нас происходит, а не у них. И ориентироваться на нас. Я вот общался с фермерами, которые занимаются землей. Вот нет категоричного против земли. Ну нет. Есть нюансы, что этот фермер переживает за другое. Что тот законодательство, которое есть на сегодняшний день, ему предоставило землю в пользование. Но это пользование он не может наследовать. Хорошо. Вот у него есть такая проблема. А я говорю, так если будет продажа, у тебя будет возможность купить. Вот есть семилетняя рассрочка, ты можешь в течение семи лет, по самой низкой стоимости. То, чтобы максимально можно было сделать для тебя условия. Улучшить ситуацию? Конечно, улучшить. Он сможет ее в наследнику передать. Это понятно. Ну так а чего? Вы не смотрите плюсы этого всего ситуации, да? А вы смотрите минусы. Причем минусы у вас только исходят из того, если будет ненадлежащее поведение субъекта, участвующих в этом рынке земли. А если будет надлежащее поведение субъекта в этом рынке земли? Надлежащее – это какое? Надлежащее – это в соответствии с законом, что если есть преимущество у кого-то на приобретение рынка земли, у соседа, допустим, по Мэжи, да? То это преимущество он реализует, у него будет такое право. Оно не будет ограничено. Кто-то не придет к нему с пистолетом и заставит его не участвовать в торгах по этой земле. Что государство его защитит от этого. Вот когда вот эти вот условия мы с вами будем вам говорить, тогда я считаю, мы действительно в тренде. Хорошо, хорошо. Если не в тренде, давайте посмотрим на такая ситуация. В 90-х как раз нашим мамам, папам рассказывали о том, что, друзья, вы теперь станете собственниками предприятий, которые строила вся страна, 70 лет коммуникации. Риватизация. Мы будем, вам будут акции даны, вы будете владеть, получать проценты деятельности, либо вы сможете их продать. Открытый рынок, счастье. Кравчук рассказывал, друзья, через 5 лет будем жить, как во Франции и так далее. Ну, чем оно закончилось, вы сами знаете. Вы верите, что у нас в Украине после этого законопроекта будет какая-то другая логика развития событий? Ну, вы правда в это верите? Да или нет? Будет ли аналогия с землей так же само, как с приватизацией по предприятиям? Да. Я хочу, чтобы ее не было. Нет, то, что вы хотите, это дело десятое. Секунду. Вот вы в это верите? Она может быть только в том случае, если не будет государство защищать добросовестных участников рынка земли. Вы уходите до ответа. Вы верите в это или нет? Я верю, до того момента, пока в государстве будут действительно люди, которые думают о государстве, о людях. Я верю в это, что этого не будет тогда. Хорошо, тогда идем дальше. Но все мы знаем, что по разным данным, в случае того, что реестров у нас толком нет, порядка там нет, непонятно. То порядка 14 миллионов гектаров земли в собственности государства. И у нас получается по 2 гектара каждый должен получить. В собственности народа Украины. Ну формально государство принадлежит по реестру. Народу принадлежит. Да. В лице. И опять же получается, что у нас по 2 гектара мало кто имел возможность получить свою землю, которая положена по закону. Идите, получайте. Так каким образом, если обычно мы пройдем вот эту процедуру, то эту землю уже продадут. Если у вас есть конкретный земельный участок, который вы знаете, что он государственный, пожалуйста, на конкретный земельный участок обращайтесь. Это ваше право. А есть ли в законодательстве правка, чтобы вот эти 14 миллионов не продавали? Потому что граждане Украины... Те, которые не распределены между гражданами на сегодняшний. Потому что граждане Украины их реально еще не получили. Нету. Я могу сказать, что есть законопроект, который в том числе и я подавал, касающийся отдельного регулирования этого вопроса, чтобы это право у нас с вами было по 2 гектара, и чтобы ее не продавалось. Но этот законопроект на сегодняшний день не... А как вы думаете, почему? ...обсуждение. Что почему? Почему эти правки не внесли в закон, который вы будете голосовать на втором чтении? Я так понимаю, вы очевидно нажмете зеленую кнопку. И вот почему вот нету такой правки? Почему хотят условно продать государственную землю, которая фактически не распределена еще между гражданами Украины? Потому что это не вопрос этого закона. Я же говорю, это отдельный законопроект. Это отдельный законопроект, который внесен в Верховный Рад. Может быть, стоило его в первую очередь голосовать, а закон о рынке земли во втором? Есть техника законопроектов, которая предполагает, что в этом законе должно быть, что не должно быть в этой ситуации. И он отдельным законопроектом подан. Поэтому я не вижу проблемы. Есть проблема в другом. Проголосует ли этот законопроект? Это да. Это да. Но это будет зависеть от того, насколько в Верховной Раде таких, как я, таких, как вы, людей. Если нас большинство, то этот законопроект будет проголосован. Более того, мы успеваем его проголосовать. У нас рынок земли, ближайшая дата, которая предполагается открытие, это осень этого года. До осени этого года возможность проголосовать эти законопроекты будет. Будет возможность внести в этот законопроект, если он пройдет после голосования по открытию рынка земли, изменения. Если кто-то не учел на сегодняшний день или будут не учтены при голосовании какие-то концептуальные правки той или иной политической силы. В том числе и слуга народа. Просто, чтобы вы понимали, по содержанию правок, если мы будем, не по количеству, да, потому что один и тот же депутат подал одну и ту же правку в разных интерпретациях несколько раз. Это для того, чтобы просто затянуть время, да. Если бы по качеству, по содержанию, то по содержанию будем считать, то от слуги народа не менее 50% всех правок будет. Вот я вам сразу говорю. Хорошо, последний вопрос. И когда наши оппоненты говорят, что мы их обижаем, не проводя ту или иную правку, ну мы, потому что большинство, при этом, если посмотреть по моим голосованиям, поверьте, что не все правки я не поддерживаю или поддерживаю в том числе. Не, но если они все равно там не набрали нужное количество, это все равно символическое голосование. Не только наших оппонентов, но в том числе и моих однопартийцев или моих однофракционных, фракцийцев, слуги народа, в том числе, проданы. Но если они не прошли, значит это условно ритуальное голосование, так называемое. Нет, ритуального голосования нету, как минимум потому, что каждый автор правки имеет право на слово, и он озвучивает, что он включал, какое содержание в эту правку. И люди слышат это. Все же мы понимаем, что были для этого голосования. И голосуют перед голосованием, они слышат его мотивацию. Чтобы правка набрала, то же ее приняли, нужно 226 голосов. Ну большинство нужно обычное. Да, да. Вот набирают ли правки больше 200 голосов? Были правки, которые прошли? Были все-таки. Были, да. Хорошо, тогда вот последний вопрос, с учетом того, что опять же, к сожалению, время программы ограничено. Хотел понять вот такую интересную штуку. А вот если вот фракция ваша голосует и так далее, у вас же есть определенные обязательства перед Зеленским. Вы же понимаете, что даже если вы по мажоритарке прошли, то вы во многом прошли, потому что вошли вот именно от партии «Слуга народа» и у вас был определенный рейтинг. Ну и все мы знаем, что получается за Зеленского голосовали и за его команду. А вы являлись частью этой команды. Вот есть ли у вас моральные обязательства перед Зеленским, потому что вы пришли именно от его партии и от бренда «Слуга народа»? Одним словом, нет. Подробнее? Ну, моральные обязательства вообще, они существуют перед родителями, перед страной, перед избирателями, которые за тебя голосовали. Более того, когда шли и баллотировались от партии «Слуга народа», не было, что кто-то подписывал обязательства перед Зеленским, что Владимир Александрович, я обязуюсь там выплатить такую денежную сумму, что прав жить верой и правдой. Так, смотрите, есть вещи, которые связаны с тем, что если ты шел от «Слуги народа», то по логике вещей ты разделял идеалы той партии, от которой ты шел, и идеалы Владимира Зеленского президента, основного идеолога этой партии. То есть те идеалы, что весна Придеса, сжаты будем? Сто процентов. Сто процентов. И эти претензии, поверьте, на сегодняшний день в Верховной Раде звучат больше от членов фракции «Слуга народа», чем от оппонентов. Оппоненты просто указывают на это и смеются, допустим, вы что-то обещали, не делаете, ха-ха-ха, что же вы такое. А претензии, аргументированные с ответственностью, заявляют именно члены «Слуга народа». Именно члены партии «Слуга народа» на сегодняшний день подписали, инициировали увольнение господина Сытника с его должности. Именно члены партии «Слуга народа» уже подписывали, и тем самым, я считаю, что сделали влияние на генерального прокурора Украины, Рябаша. Я понимаю. Хорошо, я надеюсь, что вы более осознанно подойдете к вопросу по рынку земли, изучите этот вопрос. Дмитрий, я никогда не подхожу неосознанно к решению вопроса. Более глубоко изучите этот вопрос, посмотрите, почему именно, например, во Франции, в Британии позволена только аренда, а не продажа и так далее. На полверах мы определимся, что там не предусмотрена только аренда, это первое. Вы сделаете соответствующие выводы и больше с государственной позиции посмотрите на этот вопрос, потому что он важен не только для меня, а и для многих граждан Украины. Потому что я, опять же, смотрю на этот вопрос исключительно с точки зрения того, что мои деды и прадеды и отцы воевали за эту землю, и нелогично это продавать как товар. На этой оптимистической ноте благодарю, что все-таки не побоялись прийти ко мне на эфир. Это была программа «Без протокола». С вами был я и ведущий Дмитрий Василец. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова